Так, тема сегодняшней нашей лекции — планарные графы и укладки графов. Соответственно, концом, венцом нашей сегодняшней лекции будет теорема Пантрягина-Куратовского о том, когда граф можно уложить на плоскости. Ну а больше всяких интересных моментов на эту тему вы узнаете в домашних заданиях. Там, конечно, много всего интересного. Давайте обсудим. Значит, смотрите. У этой темы, тема вообще планарности графов и уклада графов на плоскости и поверхностях, есть несколько аспектов. Один из них — это какой-то пологический аспект, который немножко перекликается с мотоанализом. Что вообще такое укладка графа на плоскости? В каких случаях граф можно? Что такое достаточно хорошие кривые, которые мы можем рисовать ребра, можем их рисовать отрезками или мы можем их рисовать любыми линиями и так далее и тому подобное. Вот топологический аспект уклада графов мы будем с вами игнорировать более-менее. Мы сейчас про него пару слов скажем. Но в целом, в основном, мы будем базироваться на некотором интуитивном подходе, что вот если мы можем нарисовать какую-то линию, грубо говоря, на доске или там на бумаге, вот это хорошая линия. Если не можем, значит плохая. Значит, итак, вот давайте рассмотрим граф К4. Это граф, полный с четырьмя вершинами. Давайте его нарисуем на доске. Вот смотрите, чем то, как я его нарисовал, плохо. Тем, что у меня два ребра вот этих, они пересекаются в одной точке. И поэтому, если я вершины, видите, специально такими крупными нарисовал, если бы я вершины крупными не рисовал, и вершины бы просто вот так вот нарисовал, то был бы вопрос, естественно, тут есть вершины или нет. Соответственно, хороший способ нарисовать, изобразить граф на плоскости, это изобразить его так, чтобы у него ребра вне вершин не пересекались. Вот для графа К4 это можно сделать. Надо просто... Надо просто вот это ребро, да, снаружи вот так нарисовать. Ну, или можно по-другому. Видите, если вы хотите именно сделать, чтобы прямыми линиями, то можно действительно сделать треугольник из трех треугольников, как вы предлагаете. Самая неприятная реакция, надо уметь и рисовать. Так. Соответственно, вот мы получаем вот такие варианты, как бы изображение графа. Вот это хороший изображение, а это плохое. Давайте попробуем. Вот оно, наверное, граф К5. Можно изобразить на плоскости тоже, чтобы не было самоперечения. Так, классическое изображение графа К5. Это такая патанистская звезда. Но в ней есть куча всяких пересечений. Ребер, давайте попробуем их потихоньку вынимать. Так, выним вот это ребро. Так, ну вот теперь, однако, вот это ребро не вынуть. Ни то, ни другое как бы не вынимается, но мало ли, может, это мы просто плохо умеем рисовать. Может, можно так вот как-то извратиться, как-нибудь так вот туда-сюда по-другому расположить вершины, по-другому соединить их ребрами, и получится нарисовать граф К5. Ну вот оказывается, что нет, на самом деле. Мы сейчас этот вопрос обсудим. Граф К3-3, например, давайте. Смотрите, граф К3-3. Это когда я был маятинг, там бывали такие всякие газеты, в которых публиковали телевизионную программу, и в них же также бывали всякие головоломки типа. Вот, например, такая. Есть три дома и три колодца. Нужно соединить эти дома с колодцами-дорожками, чтобы дорожки не пересекались, и с каждого дома до каждой колодца была дорожка. До каждого полутора. Ну, можно это попробовать, значит, сделать. Ну, давайте, этот дом соединили. Так, теперь этот дом соединяем. Так, ну с этим легко, с этим легко, с этим легко. Вот, соединяем, нормально. Так, теперь этот пытаемся. Сюда легко, сюда легко, вот туда уже не получается. Но это может просто глупые дети, как бы, и глупые мы сейчас неправильно рисовали. Если по-другому как-нибудь ухитрится, то удастся соединить. Ну, опять ответ нет, нельзя, не удастся соединить. Этот третий дом с тем колодцом тоже. Граф К3-3 на плоскость тоже изобразить нельзя. Вот, оказывается, что вот этот факт, что граф К3-3 или граф К5 на плоскости изобразить нельзя, чтобы не было пересечения между ребрами. Это факт простой. Его легко достаточно доказать. И мы сейчас это сделаем с вами буквально за 5-10 минут. А вот обратное утверждение, что если таких подграфов в определенном смысле, не совсем подграфов, гомеоморфных им подграфов у нас в нашем графе нет, то изобразить можно. Вот этот факт, он трудный, и он займет у нас сегодня почти час на то, чтобы его доказать. Мы там будем рассматривать всякие разные аспекты, и там доказательство, оно, честно сказать, довольно неприятное. Некоторые уже закрыли конспекты на этом этапе. Все ясно, когда мы. Так, ну, там потихоньку мы будем продвигаться. Если честно, даже, может, иногда буду подсматривать книжку, чтобы... Которую, кстати, сюда был принесен, не важно, аначе не буду подсматривать куда-нибудь, чтобы не запутаться окончательно. Так, значит, ну давайте начнем. Значит, итак, ну, мы должны формально начать с определения. Давайте скажем, пусть у нас есть достаточно хорошая поверхность. А, значит, достаточно хорошая. Ну, мы будем считать, что это как бы гладкое многообразие. То есть, это, ну, там, плоскость, сфера, тор, какие-то такие хорошие, короче, фигуры. Не, там, кривая пиана, кривая дракона или какая-то такая фигура. Не сфера с... Не сфера ёж, там, нигде не дифференцируемая непрерывная поверхность. Поверхность вот не такая, а какая-то нормальная такая, да. А вот бутылка, которая используется на формате? Позже подойдет. Значит, мы, однако, тоже подойдет, однако. Александр задал этот вопрос. Мы будем рассматривать только так называемые ориентируемые многообразия. То есть, многообразия, у которых есть две стороны. И мы будем рисовать только на одной. То есть, на ленте Мёбиуса, на бутылке клейна, на проективной плоскости не будем мы сегодня укладывать граффель. Если вам захочется на досуге, вы сможете этим заняться. В домашних ланях тоже такого не будет. Соответственно, если говорить о компактных, ориентируемых многообразиях в 3D, то их классификация очень простая, она известна. Из топологии, они входят немножко за рамки нашего курса, но для справочного сообщу. Все они эквивалентны сфере с ручками. А именно, вот есть сфера. Сейчас я буду рисовать в 3D, не пугайтесь. Я не умею просто так. Значит, это сфера. Дальше, если сфере приделать ручку, то что получится? Чашка-то да. А с точки зрения топологии? Тор. Равно тор. Смотрите, как тор, рисовать уже сложнее. Смотрите, вот берем эту чашку, представьте, что мы сделали ее из пластилина, да, вот эта сфера с ручкой. Итак, перераспределяем пластилин на ручку. Ручка, значит, толстая-толстая-толстая, сравнивается в толстоте с чашкой. И получается сфера с ручкой, это тор. Сфера с двумя ручками, это что такое? Ну, из предыдущего яслишь, это тор с ручкой, да? А именно, он же крендель называется. Такая фигура, его обычно вот так изображают, такой тор с двумя ручками. Ну и так далее, на самом деле. Можно доказать, что в 3D любое компактное, компактное это значит ограниченное, для случая конечномерных ограниченное. Многообразие, ориентируемое, это поверхность сферы с ручками, с K-ручками. Соответственно, оно задается одним числом, сколько ручек? От нуля до выскочек. То же самое, кстати, в 4D, трехмерное многообразие. Это, если я не путаю ничего, как раз заменитая проблема Пон-Каре, решение которой одна из проблем тысячи. Вот, теперь, что дальше? Изображением мы будем рассматривать вот такие хорошие, короче, поверхности. Но мы не будем ограничиться компактными многообразиями, некомпактные. И если некомпактных, мы будем только плоскость рассматривать, R2, R3. Так, значит, смотрите, укладкой графа на поверхности, укладкой графа G на поверхности A называется следующее. Мы отображаем вершины графа в точке этой поверхности различные. То есть у нас есть отображение V, Z, 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 Z. Если совсем глубокую формализацию лезть, то можно сказать, что мы параметризуем эти кривые. То есть у нас каждому ребру, это изображение E, которое, может, у ребра нашего графа G сопоставляет множество кривых. Давайте C его обозначим на поверхности A. Где эти кривые начинают, ну вот, пусть какая-то кривая от P принадлежит C, значит, она параметризована, значит, P, это функция P из 0,1, A, достаточно хорошая, да? Параметризована числом от 0 до 1. Передаем привет матанализу. Стоимость нечестная. Передаем все время привет алгебре линейной A и алгоритму. Дайте матанализу не будем обижать. Значит, и P от 0, это начало нашего ребра G, P от 1, это конец нашего ребра G, ну, а граф есть, и граф неориентированно. Не важно, где-то начало, где-то конец, да? И, соответственно, еще дополнительное условие, что для разных ребер эти кривые не пересекаются, не имеют общих точек, кроме, может быть, начала и конца, и не проходят через другие вершины. На этом мы формализованную вот такую формалистическую часть, в которой мы пытаемся там прям полный формализм навести, мы ее закончим, не начав. И дальше будем на интуитивном уровне обсуждать, что мы просто рисуем наш граф на плоскости, как бы, ну, вот как здесь мы рисуем, маркером, да? Значит, давайте начнем со следующего простого утверждения. Это на самом деле не такое простое. Любой граф... Любой граф можно вложить... Обычно, когда укладывают на двумерные поверхности, говорят, уложить на... Когда вкладывают в трехмерные поверхности, говорят, вложить в... Хотя это не абсолютно точно с математической точки зрения. Любой граф можно вложить в R3, ну, или уложить в R3. Смотрите, R3 настолько много места, что можно вложить в любой граф. Ну, доказательство. Смотрите, давайте рассмотрим плоскость. Нарисуем на ней граф как-нибудь. Ясно, что как-нибудь это можно сделать. На плоскости много места, всем вершинам хватит. Ребра так. Но разрешим пересекаться ребра. Теперь, значит, там, где ребра пересекаются, возьмем маленькую окрестность этой точки, где они пересеклись. Такую, что в ней нет больше ни других пересечений, ни вершин. Ясно, что так уж тоже можно нарисовать. Будем там жадно рисовать как-нибудь, обходя точки пересечения существующие. И выйдем здесь немножко в 3D. Значит, так вот так вдруг, выйдем в 3D и вернемся. И теперь нарисуем такую маленькую арку. И тем самым здесь пересечений не будет. Что же так? Какие новые. С чем? Тут в этой окрестности не было больше никого. Там я сделал какую-то другую, она была в другой окрестности, там тоже никого не было. Поскольку у графа конечность до вершины ребра плоскость бесконечна, мы можем нарисовать его так, чтобы, по крайней мере, уж тройных пересечений и проходов совсем близко к вершинам не было. Выберем там 1 делить на 1, выберем этот эпсен равный 1 делить на 1 миллион умножить на количество ребер. Ясно, что дальше нам хватит места их нарисовать. Так, альтернативное доказательство теоремы. Давайте сделаем следующее. Воспользуемся вероятностным методом. Давайте в каждой вершине случайно выберем ее точку вертри, в которой мы ее расположим. Используя любое распределение, например, нормальное. Или даже внутри конечной области вертри, например, куба со стороны 1. И после этого проведем ребра как отрезки. Я утверждаю, что вероятность того, что два ребра пересекутся, равна нулю. Ну, действительно, поскольку ребра, они имеют, они одномерные, да, мы в кубе рисуем, то множество концов. Вот если мы фиксируем один конец ребра, множество концов, для которых второй конец ребра будет, эти отрезки пересекутся, это плоскость. Она имеет меру 0 в R3, поэтому вероятность, что любые два конкретных ребра пересекутся 0, сумма конечностей на нулей 0. Непонятно? Ну, вероятностью 0 это произойдет. Произойдет в вероятности 0. Смотрите, ну вы не проходили еще, у вас первая вероятность в следующем семестре непрерывная будет. Но мы чуть-чуть, мне кажется, говорили об этом, когда говорили про дискретные первая вероятности. Когда выводят меру на отрезки, вероятностную, то говорят, что вероятность попасть в любой отрезок пропорционально длиннее этого отрезка, да? Тогда вероятность того, чтобы вы попадете в конкретную точку, построим сходящуюся последовательность отрезков со стадиной, стремясь к нулю к этой точке. Вероятность тогда получается, она должна быть меньше или равна любому из этих чисел, то есть равна может быть только нулю. Я понимаю, что вам психологически трудно поверить, что может быть что-то с вероятностью 0, но возможно, ну блин, я же могу нарисовать 4 точки в одной плоскости. Но если вы случайно выберете, это называется точка общего положения, да, как раз потому, что они не попадают. Так, ну хорошо. Значит, на это мне абсолютно бессмысленно интересная теорема. А вот можно ли граф, когда граф можно вложить в R2? То есть в плоскость. Тут гораздо все интереснее. И оказывается, давайте сразу сделаем спойлер, и потом будем потихоньку доказывать, что имеет место следующее. Нам понравилось, правда, определение для этого спойлера. Значит, два графа, G1 и G2, называются гомеоморфные. Если можно превратить G1 и G2 с помощью применения нуля или более следующих операций. Операция номер один. Берем ребро. И добавляем новую вершину, и соединяем ее к концу. Соединяем концы этого ребра с этой вершиной, а само ребро удаляем. То есть как бы добавляем вершину на середину ребра. Вторая операция. Берем две вершины, связанные с вершиной степени А2. И удаляем эту вершину, а концы соединяем. Мы будем здесь и далее, когда будем говорить об укладках, будем разрешать кратные ребра для удобства, чтобы их не обсуждать. Так, соответственно, вот если мы такими операциями можем один граф превратить в другой, то они называются гомеоморфами. Давайте посмотрим, какой физический, точнее математический смысл операции гомеоморфизма, отношение гомеоморфизма на графах. Смотрите, представьте, что мы делаем граф следующим образом. Мы делаем его вершины из бусинок, а ребра из ниточек. Ну, легко себе представить такое, да? Ну, или там из ниточек, из веревочек, короче, вот что. А теперь давайте эти бусинки устремим в размере к нулю, так, что их будет незаметно, что они вообще есть. То есть бусинка такая очень маленькая. Ну, встречаются три ниточки в одной точке, ну и встречаются они там. Тогда два графа, которые гомеоморфны, они вот с точки зрения вот этой конструкции, они неразличимы. Потому что если там, поскольку мы бусинки эти уменьшили до бесконечности, они стали бесконечно маленькими, то мы не знаем, есть ли она тут на ребре или нет. Поэтому ее добавить или убрать с ребра никак не влияет на то, как выглядит граф. С точки зрения топологии, граф можно просто рассмотреть как топологическое пространство, считать окрестность, ну вот именно в таком смысле, считая вот эти его ребра, как бы считая, что окрестность точки, это близкие, ну вот, точек пространства, точек ребер, а близкие, это которые близки по ребру, или вот окрестность точки, которые находятся, окрестность вершины, это, соответственно, около конца каждого ребра. Тогда с этой точки зрения добавление вот этой, или удаление вершин степени 2 не меняет граф, как топологическое пространство. И, соответственно, вот это свойство, эквивалентность топологических пространств, оно и называется как гомеоморфизм, да. Кратные ребра мы оставляем. Да, кратные ребра оставляем. Ну и это с точки зрения топологического пространства тоже разное. Одно дело соединить тремя неточками, другое дело четырьмя, разное. А вот добавить сюда еще бусинок бесконечно маленьких или убрать, это как раз не меняет. Так, итак, теорема. Граф G можно уложить на плоскости. Тогда и только тогда, когда в графе G нет подграфов гомеоморфных К5 и нет подграфов гомеоморфных К3-3. Сейчас мы тут про это теряем. Там у него будут простые части, и будет как бы сложная часть. Это тогда, да. Если не содержит, то можно уложить. Так, там какие-то вопросы. Гомеоморфизм это отношение к эвакуалентности. Итак, аомеоморфизм это отношение к эвакуалентности. Это достаточно очевидно, мне кажется. Сам себе граф гомеоморфин, симметричность. Тоже понятно эти операции, как разъемно обратные, которые мы описали. И операция, ну и транзитивность тоже понятно. То есть применяем операцию G1, G2, потом дальше продолжаем иметь операцию, прощаем результат G3. И как бы логично, что это отношение к эвакуалентности. Итак, давайте мы начнем с того, с нескольких простых лемм. Лемма 1. Тут некоторые леммы, они самоценны, и их можно считать теоремой. Значит, смотрите, лемма 1, она очень интересна, поэтому мы ей посвятим даже отдельную картинку. Граф G можно уложить на плоскости. Тогда и только тогда, когда граф G можно уложить на сфере. Смотрите, приятнее укладывать на сфере, на самом деле, чем на плоскости. Потому что сфера компактная многобраде, у нее нет края. Ну, у плоскости тоже нет края, но у нее бесконечная, непонятно, неудобно с ней работать. А сфера, она компактная, она вот конечная, у нее нет края. Поэтому с ней приятнее работать. И на сфере все... На плоскости, когда вы уложите граф, то он ее разрезает на куски. И если здесь кусков есть конечные, а есть один еще бесконечный. А на сфере гораздо приятнее. Вы на сфере уложили граф, но вы разрезали мячик скальпелем. Он распался на все конечные куски. Все одинаково. Тогда это тогда, когда его можно уложить на сфере. На размерной сфере. Значит, как мы докажем этот факт? Смотрите, он иллюстрирует с картинкой, я заранее изменяюсь, что не умею рисовать. Смотрите, нарисуем плоскость. И сферу на него поставим. Найдем точку и поставим на нее сферу. Поставим на плоскость. Значит, давайте в обе стороны. Если мы граф изобразили на плоскости, поставим на сферу. Значит, вот эту сферу мы поставим на плоскость. Вот эту точку, которую мы поставили на плоскость, будем называть южный полюс. А центрально-симметричную ей точку, центрально-симметричную точку, будем называть северный полюс. Значит, я утверждаю, что если возьмем любую точку на сфере, на плоскости, и соединю ее с северным полюсом-отрезком. То этот отрезок пересечет сферу ровно в одной точке. Смотрите, почему это так? В скольки точках может пересечь прямая сфера? В нуле, в одной и в двух. В одной это касательные. Касательные на северном полюсе к сфере, они как устроены по отношению к этой плоскости? Они ей параллельны. Значит, если он пересекает уже в одной точке и не касательно, он пересекает в двух. Следовательно, поскольку он в северном полюсе пересекает, то есть еще ровно одна точка пересекает. Согласны? Окей. Значит, вот давайте… Ну и логично, кстати, что точки для различных точек плоскости различны. Мы получили биекцию. Эта биекция, она является непрерывным и даже гладким, на самом деле, отображением плоскости на сферу без северного полюса. Вот северный полюс у ничего не сопоставлено. Значит, это сфера без северного полюса и плоскость, оказаясь у нас на самом деле гомеоморфной, если честно сказать. Но это нам не важно. Ну, это формально говоря важно, но мы решили в этом поменьше углубляться. Мы сопоставили таким образом каждую точку сферы и точку плоскости. Понятно, что если мы чуть-чуть переместим по какой-то кривой точку на плоскость, ну даже не чуть-чуть просто, то по какой-то такой кривой переместится и точка на сфере. Правильно? Окей. Ну, это теперь достаточно, чтобы доказать лему 1. Уложим наш граф на плоскости, поставим сферу, ну и вот такую вот сделаем как бы проекцию графа на сферу. Каждой точке графа, ну каждой вершине сопоставим вершину, которая получилась при проекции на северный полюс этой точки плоскости. А ребру, ну вот кривую эту целиком спроекцируем на сферу, она как-то в какую-то кривую на сфере проекция. Ясно, что общих точек не было на плоскости, не будет и на сфере. Наоборот, здесь у нас граф изображен на сфере. Поставим так, чтобы, напомню, что у нас у северного полюса нет точки на плоскости, которая у нас соответствует. Поставим так, чтобы северный полюс не лежал, не являлся ни вершиной и не лежал на ребре графа. Ясно, что можно сделать, потому что мы одномерное многообразие графа занял на сфере, она двумерна, поэтому на ней кучу точек осталось. Граф очень мало точек занял на сфере. Выберем точку, которая не является ни вершиной, ни ребром, и даже пусть не лежит особо рядом с вершиной или ребром. И поставим сферу так, чтобы эта точка была северным полюсом. Тогда, при обратном спроекцировании на плоскость, мы получим изображение нашего графа на плоскость. У южного полюса нет никакой проблемы, он совсем просто произойдет. Так, по лемме 1 есть вопросы? Да, только на сфере. Шар, это вместе с внутренностью. Если на шаре там нарисовано, там неизвестно. Если на сфере, то все хорошо. Так, проецируем, получаем точки на плоскости. И ребра нарисованы у нас на сфере, мы их тоже проецируем. Зачем нарисованы на плоскость и на б. Так, хорошо, значит, теперь смотрите. Давайте докажем следующее утверждение. Давайте даже это назовем теорема. К5 нельзя уложить на плоскость и на сфере. Ну, как по всеследствии леммы 1, мы можем на плоскости и на сфере укладывать на то, на чем нам больше нравится. Давайте посмотрим, можно ли уложить. Почему нельзя? Значит, для этого нам понадобится следующее замечательное свойство. Ну, смотрите, предположим, мы нарисовали какой-то граф на сфере. Да, давайте вот возьмем нож и прорежем по ребрам эту сферу. Она распадется на кусочки, правильно? Каждый этот кусочек, он будет, ну, из сферы нельзя вырезать никакой нетривиальный кусочек. Этот каждый кусочек, он будет гомеоморфия, на самом деле, что называется, диску. Или треугольник, если хотите, не диск обычно говорят. То есть, его можно, если сферу нашу сделать из какого-то пластилина, на самом деле, очень тонкого, то если мы вырезали этот кусочек, его можно потом деформировать непрерывно и сделать у него круг. Окей, давайте посмотрим. Значит, вот эти куски, на которые наш граф разрезает сферу, называются грани. Значит, смотрите, у нас есть следующая операция. Давайте рисовать наш граф постепенно. Вот мы можем взять что? Мы можем взять, вот у нас есть какая-то грань, мы можем взять, соединить две вершины одной грани ребром. Что произойдет? У нас число ребер увеличится на 1, и число грани увеличится на 1. Согласны? То есть, можем взять плюс одно ребро и плюс одну грань. Можем что-то сделать? Можем сделать, взять вершину, добавить ее на ребро. Да, давайте связанный граф рассматривать. Будем рассматривать связанный граф. С несвязанным графом, как раз, можно что-то нетривиальное. Можно кольцо такое вырезать сферы. Будем только связанное рассматривать. Что мы можем сделать? Можем так вершину добавить, посередине ребра. Что будет? Плюс одна вершина, плюс одна ребро. Число грани не поминает. Что мы можем еще сделать? Можем вот так добавить вершину в середине грани. Но чтобы граф остался связанным, ее надо соединить ребром с чем-то. Тоже плюс одна вершина, плюс одно ребро. То есть, смотрите, грани плюс вершина минус ребра, вот это число остается инвариантом. Если мы будем рисовать граф на сфере, то это число будет инвариантом оставаться все время. Так, хорошо, с чего мы начинаем? Мы начинаем с того, что надо что-то начать рисовать граф. Вначале у нас ничего нет. Вначале, однако, у нас не гомеоморфный диск, как бы, наша сфера. Она сфера. А вот начнем с того, что вот на сфере нажи поставим. Это будет наша первая вершина. После этого, начиная от нее, мы можем такими операциями добавить одновременно вершину и ребро, не меняя число грани. Добавить ребро, увеличив число ребер на один и число грани на один. Или добавить вершину на ребре вот так. Но это на самом деле не важно. Вот эта операция немножко избыточная. Мы можем и не добавлять. Мы можем нарисовать наш граф, при этом вот это число все время будет оставаться в инвариант. И чему оно будет равно все время? Двум. Да, потому что сначала у нас была одна грани, одна вершина. И дальше все время осталось. Это утверждение называется формула Эйлера, теорема. Формула Эйлера. Если, теорема звучит полностью так, если связанный граф изобразить на плоскость, уложить на плоскости или сфере, мы знаем, что это одно и то же, то число вершин плюс число грани и минус число ребер равняется 2. Что достаточно. Если не тогда и только тогда, а если это, если уже уложили, то вот это. Непонятно смысл слова «достатка». А если вот это выполняется, то не факт, что можно обратно не верно. Есть в домашнем заданиях, вам будет предложено. Но он простой, очень легко поставить. Так, хорошо, давайте теперь обратимся к нашей теореме, почему К5 нельзя изобразить на, уложить на плоскости или на сфере. Давайте посмотрим. К5 у него, чему равно число вершин? 5. Чему у него равно число ребер? 9. 9. 5. У нас на 4, плам. 10. 9, Роберт. Да, вспомните, мы же рисовали тут эту сатанистскую звезду. Нормально. Так она сейчас на Твиче забанится. Так. Значит, по формуле, получается, сколько должна быть у нас в пейссе? 7. Прекрасно, неплохо. Что такое грань? Грань – это кусок, на который граф разделил плоскость. Чему это соответствует, что нет, теории графов. Вот грань. Да, ну, во-первых, у нас бывают вот такие всякие штуки, вершин типа 1, степень 1, которые так выдаются в грань. Но в случае К5 их, ясное дело, нет, там у всех вершин степень 4. такого нет. Что такое грань? С точки зрения телеграмма. Это цикл, правильно? Вот, пройдя по графам, по грани, мы пройдем цикл. Окей. В К5 нет параллельных ребер, поэтому цикл имеет длину хотя бы 3. Окей. Значит, у нас 7 граней, значит, пройдя по их, ну, обойдя каждую из них, мы получим цикл длины хотя бы 3. Значит, суммарно мы пройдем по всем этим циклам хотя бы 21 ребро. Сколько раз теперь мы пройдем по каждому ребру? Больше, чем 2. Ровно 2, потому что у нас каждое ребро делят две грани у него. С одной стороны, с другой стороны. Мы эту грань обходим, мы по нему один раз прошли. Эту грань обходим, мы его второй раз прошли, но всего 2. Значит, по каждому ребру мы прошли 2 раза, суммарное количество проходит по ребру должно быть 20. Но мы только что обсудили, что оно хотя бы 21. Потому что у каждой грани хотя бы 3 ребра ее окружают. Их 7 по формуле Эйлера. Смотрите, когда вот давайте вот изобразим К4. Вот сколько тут грани? Грани. Раз, два, три, четыре грани. Правильно? Вот мы обходим эти грани. Вот мы обошли грань номер 1. Раз, два, три шага. Обходим теперь грань номер 2. Делаем, значит, раз, два, три шага. Вот это ребро, мы его прошли с одной стороны, когда проходили грань 1, с другой стороны, когда проходили грань 2. Поэтому ребро мы прошли два раза. Больше мы по нему не пройдем. Оно разделяет только грани 1 и 2. По каждому ребру мы пройдем ровно два раза. Ну и что разница? Еще раз. Теперь, у нас есть семь граней. Каждая грань это цикл. Я не сказал, что все циклы это грани. Я сказал, что у каждой грань цикл. У него хотя бы три ребра. Поэтому вот у этой грани хотя бы у каждой три ребра, значит, его суммарно, если мы обойдем все циклы, мы пройдем по ребру суммарно 21 раз хотя бы. Больше или равно 21. Но с другой стороны мы должны пройти ровно 20, потому что каждое ребро, у него есть грань с одной стороны, с другой, по нему прошли два раза. Их 10. Получили пройти речи. Это означает, что К5 нельзя уложить на плоскость. Если бы можно было уложить, то выполнена формула Эйлера и суммарных четыре ребра должно было быть хотя бы 11 или 10. Окей, давайте второе. Теорема 2. К. Так, теорема 2. Значит, К3 3 нельзя уложить на плоскость. Почему К3 3 нельзя уложить на плоскость? Давайте попробуем. Один раз у нас сработало, давайте еще раз применить. Тот же метод. Так, сколько тут вершин? 6. Ребер 9. Значит, грани получается по формуле 5. У каждой длины имеет хотя бы 3. 5 у 3 15, дважды E 18. Это нормально. Не сработал крюк. Что делать? К3 3 двудольный. И чем? Да, смотрите, в дуальных графах не бывает таких коротких циклов в длине 3. В дуальном графе цикл четный, поэтому два цикла нет, кратных ребер нету в К3 3. Значит, каждое ребро имеет длину, не имедленно, каждый цикл имеет длину хотя бы 4. Поэтому у нас суммарные проходы по циклам получились хотя бы 20. А суммарно удвоенное что ребер равно 18. 18 не более равно 20, поэтому К3 3 тоже вложить нельзя. Возникает естественный вопрос, он прозвучал уже в аудитории, обратно верно ли, если вот эта формула выполнена, верно ли, что можно уложить граф? Тут не очень понятно, во-первых, что только эта формула выполнена, только грани, пока мы граф не уложили, это не очень понятно. Если эта формула как бы не мешает нам уложить граф, то есть ребер достаточно мало, сейчас мы посмотрим на это, то в принципе это еще не значит, что граф конечно можно уложить. Граф можно уложить, это вот теорема нам говорит, когда ровно тогда это да, Федор, вопрос? почему цикл длины хотя бы 4, потому что граф длодольный, ну значит их 5 граней, значит 5 циклов, суммарно количество ребер, ну суммарно количество полуребер, по которым прошли, сторон ребер, хотя бы 20, ребер 19, у них сторон 18. Представьте себе, смотрите, это можно так себе визуализировать, мысленно, что у вас есть ребро, это забор, вы когда обходите грань, вы проходите по участку окруженным этим забором и допустим ставите, красите этот забор, тогда вы вот здесь должны покрасить хотя бы суммарно 21 сторону забора, у вас сторон забора всего 20. Противоречие. А здесь вы должны покрасить суммарно хотя бы 20 сторон забора, у вас сторон забора всего 18. Тоже противоречит. Так, хорошо. Ну, давайте смотреть. Попробуем это рассуждение немножко обобщить. Попробуем, как формула Эйлера вообще мешает. Ну, давайте смотреть. Если граф не двудольный, произвольный граф. Тогда у них цикл. Это грани. Если мы пройдем вокруг грани, то мы покрасим хотя бы 3F по сторонам нашего забора. Поэтому 3F у нас должно быть, что получается, меньше или равно 2E. Правильно? Значит, получается, что F у нас меньше или равно 2E. Ну, поставим сюда. Все получим. V плюс 2 трети E минус E меньше или равно 2. Я заменил F, которое здесь было, на большее число, больше или равно 2. Я заменил этот F на большее число, на 2 трети E. Поэтому равенство противоречит не равенство. Так, ну, прекрасно. Значит, умножим на 3. Множим на 3. И перенесем. Получим 3F минус 2 больше или равно 1. То есть, ребер в планарном графе. Минус 6. Да, да, да. Если граф планарен, то для него выполнено вот такое условие. Число ребер не больше, чем тройное число вершин минус 6. Ну, и в частности, из этого сразу связано, что вот здесь не работает, потому что тут тройное число вершин минус 6. Это 9, а ребер 10. Слишком много. Здесь это пока работает, потому что тройное число вершин. 18 минус 6, 12. Это пока вписывается. Но если граф двудойный, то 4F получается меньше или равно 2E. И тогда F просто меньше или равно 1 второй E. И получается 2V минус 4. Больше или равно E. А тут вот 2V минус 4, это 8. Оно уже меньше, чем E. Не, 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 не. Ее опер слишком много. Это необходимое условие, чтобы граф можно было жить, но недостаточно. Итак, вот это для двудойных графов. Это для брызган. Так, ну там у нас... Окей. Ну хорошо, давайте теперь приступим, наконец-то, в другую сторону. Нам понадобится несколько, сначала, ну как и в случае с Теремахваталой, нам понадобится некоторая артиллерийская подготовка, а потом уже Теремахватал. Итак, в одну сторону мы доказали, если, смотрите, если ЖЭСа делает, во-первых, да, ну давайте это зафиксируем как утверждение, граф можно уложить на плоскости, если граф ЖЭСа можно уложить на плоскости, ЖЭСа ему гомеоморфен, то ЖЭСа тоже можно уложить. Дело не в инварианте, причем это инвариант. Просто возьмем, уложим, нарисовать вершину на ребре или удалить вершину с ребра, это как бы не влияет на рисование этого графа на плоскости. Еще раз, вот эта формула Эйлера, она вам позволяет только доказать, что нельзя, доказать, что можно, она не позволяет, поэтому мне нужно пытаться на нее ссылаться, теперь по делу и без дела. Итак, ЖЭСа один гомеоморфен ЖЭСа два, тогда ЖЭСа один можно уложить, тогда это тогда, когда ЖЭСа два можно уложить. Но логично, потому что если мы укладываем какой-то граф, то добавлять, удалять вершину на ребро не влияет на укладку. Так, теперь смотрите, если ЖЭСа под граф А, и А можно уложить, тогда ЖЭСа можно уложить. Согласно? Ну, логично, уложим H, потом все лишние вершины ребра сотрем, как бы, а то, что останется, это будет очевидно укладка ЖЭСа. Тогда, теперь, теперь такая лемма. Если ЖЭСа можно уложить. на плоскости. И У вершина ЖЭСа то ЖЭСа можно уложить на плоскости так, чтобы У была инцидентна внешней грани. Вот внешняя тактая единственная бесконечная. То ЖЭСа можно уложить так. Так, тут мы воспользуемся конструкцией для этой леммы. Воспользуемся конструкцией с теоремой для про то, что можно уложить на плоскость тогда и только тогда, когда на сфере. Вот смотрите, уложим граф на плоскости как-нибудь. Вот у нас вершина У. Если она оказана внешней грани, хорошо, пусть нет. Тогда с помощью процедуры, которые мы перекладывали граф с плоскостью на сферу, переложим ее на сферу. Повернем теперь сферу так, чтобы грань инцидентной вершине У какая-нибудь содержала северный полюс. И обратно спроекцируем на плоскость. После этого у нас получится другая укладка ЖЭСа на плоскости, но теперь У будет инцидент на внешней грани. Потому что внешняя – это красота, которая была с северным полюсом, когда на сферу мы переносили. Так, мне лень рисовать эту 3D-картинку. Понятно или нарисовать? Не очень понятно? Давайте попробуем все-таки без картинки, так сказать, размачивая руками. Значит, еще раз. Вот у нас есть какая-то вершина, которую мы хотим сделать на внешней грани. Как перенести граф с плоскости на сферу? Понятно? Внешне бесконечно, которая снаружи. Когда на плоскости она лежит, там есть одна внешняя, которая снаружи. Когда мы вот здесь нарисовали, вот это вот внутреннее, 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 вот это все остальное внешнее. Так, соответственно, когда мы на сферу перенесли, там нет никаких внешней грани, там все грани равноправные. Повернем сферу теперь в 3D так, чтобы северный полюс был на той грани, которую мы хотим сделать внешней. И вернем обратно на плоскости. Она станет внешней тогда. Так, а район, которая сражала северный полюс на сфере, она как раз вот до бесконечности распространяется. Хорошо. Аналогично то же самое Лемма-2. У Вэри Брожи. Ну, доказательство, точность такое же. Мы берем наше ребро, мы берем наш граф, укладываем его как-нибудь, форицуем на сферу, поворачиваем сферу, чтобы нужная нам грань была внешней, форицуем обратно. Окей. Теперь Лемма. Граф G можно уложить. Пусть все компоненты реберной, давайте начнем с реберной, реберной двусвязности, G, планарной. Давайте ведем определение. G планарин означает, что G можно уложить на R2. Определение такое. Планарный граф тот, который можно уложить на плоско. Так, так вот, пусть все компоненты реберной двусвязности G планарны. Тогда G планарин. Лемма. Доказательство. Доказываем по индукции. Пусть у нас, если у него одна компонента реберной двусвязности, он планарин, ну вот и все. Он сам себе и есть компонент реберной двусвязности. База, все хорошо. Пусть для меньшего количества компонентов реберной двусвязности доказали. Доказываем для нашего. Возьмем компоненту реберной двусвязности, у которой вот лист, как бы, является листом. Если вот если сжать компонент реберной двусвязности, оставить мосты только, то у нас будет дерево. Соответственно, возьмем компонент, который является листом. Тут оставшийся граф. Уберем его, удалим вот этот лист. Граф распространяется на две части. Смотрите, здесь К минус одна компонент реберной двусвязности, здесь одна. Эту можно уложить по формулировке теоремы, эту по индукционным предположениям. Уложим их так, чтобы вот эти вершины, концы нашего моста, были на внешней грани здесь и были на внешней грани здесь. Это можно сделать поле ими вот это. После этого мы, теперь вот они уложены, один на одной плоскости, другой на другой. Переложим их на одну плоскость, рядом, чтобы они не имели общих точек. Поскольку вот эти у и в вершины на внешних, их, соответственно, на гранях, то их можно соединить кривой. Нарисуем наш мозг. Да. Уложил по индукционным предположениям то, что осталось. Так, чтобы конец этого моста оказался на внешней грани. А потом эту штуку уложил, так, чтобы второй конец моста оказался на внешней грани. А потом нарисовал их на одной плоскости таким образом, а потом соединил их. Эти вершины, и вот он и получил укладку нашего графа. Почему можно так соединить? Потому что они на внешней грани, там, выходим, так сказать, отсюда, идем по пулю, до той вершины, с конем. Так, хорошо. Так, есть вопросы еще по этой лемме? Ну, интуитивно, на самом деле, ясно, что мост, он так как бы слабо влияет на планарность, что можно этих с двух сторон уложить, как бы независимо от моста. Потом мост идёт. Так, но тут понадобилась вот эта лемма, конечно, что нужно, что можно взять любую вершину на внешней грани. Так, хорошо. Теперь, значит, как вы думаете, что будет с этой леммой? То же самое компоненты вершины двусвязи. Так, тут немножко сложнее. Вот пусть у нас есть точки, ну, если нет точек сочленения, то есть у нас граф вершинно-двусвязи, но тут всё понятно. Пусть есть точка сочленения, выберем снова такую компонент вершины двусвязности, что вот она является листом как бы в дереве блоков точек сочленения. Мы, кстати, это дерево особо с вами не проговаривали про него, а про него будет есть задание. Надо будет его освежить. так, значит, ну, короче, возьмём вот компоненту, который вот возьмём такую точку сочленения, какую-нибудь, ну, не важно, а даже не так, возьмём любую точку сочленения, давайте вот посмотрим, и разделим теперь граф. Вот удалим эту точку сочленения, граф распадётся там на две или более компоненты. Одну из них выделим отдельно, остальные вместе, и вернём её по отдельности в ту компоненту и в эти. мы получим вот так вот и вот так, как бы две теперь есть копии точки сочленения. Уложим снова наши вот эти половины по индукционному предположению так, чтобы наша вот эта точка сочленения оказалась на внешней грани и там, и там. После этого так, извините ваше воображение, вот тут в неё какие-то рёбра, да? Берём, значит, её, вот представьте, что они из резиночек таких состоят, берём её и тянем вот сюда так вот. И вот эти рёбра вытягиваются так аккуратненько вдоль того, как мы идём. И соединяем снова эти два. Ну, опять же, на уровне интуиции если рассуждать, то понятно, что точки сочленения такие шарниры, они мало влияют на планарность. Если мы эти куски уши уложили, то соединить как бы в районе шарнира. Так, ну хорошо, значит, это всё суперформально делает. Окей, так, у нас падает, смотрите, я вот первую цифру так вижу, сдалека было 6, потом 5, уже 4. Не выдержит, ещё ничего не началось. так, ну всё, теперь доказываем теорему вверх. Доказываем от противного, пусть граф G планарин, пусть граф G не планарин, но при этом у него нет подграфов гомеоморфных K5 или K33. Смотрите, пусть G не планарин и не содержит подграфов гомеоморфных K5 или K33. Среди всех таких графов выберем тот, у которого число вершин минимально, а среди них выберем тот, у которого число ребер минимально. Ну или даже сразу можно, что ребер минимально. Граф, граф G да, контр. Тут перекликается на что с предыдущей теоремой хватало, что возьмём экстремальный контр пример. Тогда утверждается, что теперь, поскольку ребер минимально, то если теперь удалить любое ребро, то будет уже меньше ребер, и поэтому он очевидно от удаления ребра от графа гомеоморфных кокетелей К33 содержать не начнёт, поэтому его уже можно будет уложить. Для любого ребра с минимальным числом ребер. Ясно, что этот граф должен быть двусвязным и вершиной ребра, то есть в нём нет точек сочленения и нет мостов, потому что иначе все его компоненты социализировали меньше ребер, и по предыдущим лемам тогда по минимальности контрпримера они были бы планарны, а по предыдущим лемам тогда и жеб был бы весь планарен, а мы бы говорили, что он не планарен. Поэтому он не содержит мостов и точек сочленения, и удаление из него любого ребра приводит к тому, что он становится планарным. лебра УВ Ж без УВ 2 на так, вы поехали лемма я уже сбился на нумерации какой-то там очередной номер Ж без УВ не содержит мостов и точек сочленения. Возьмем любое ребро Ж, удалим его, Ж без УВ не содержит мостов и точек сочленения. Останется планарный граф утверждает, что не содержит мостов и точек сочленения. Ну, смотрите, предположим, что он содержит мост для начала. Так, вот у нас мост АВ. Заметим, что У и В должны быть с разных сторон от этого моста, поскольку если бы они были с одной, то получалось бы, что исходный граф тоже зонировал этот мост, а он был бы тогда не минимальным по всем предыдущим. Значит, вот здесь У, здесь В. Окей, давайте рассмотрим, значит, удалим вот это ребро и, значит, соединим вершину В, значит, вершину А и вершину У. Получившийся граф не содержит подграфов гомеоморфных К5 или К3-3, потому что если бы он содержал, смотрите, то исходный граф бы тоже содержал. Вот вместо этого ребра, который мы добавили, мы могли бы взять путь А, Б, В и вот У и Бро, который мы удалили. Еще раз. Давайте я еще раз повторю, но последний, к сожалению, для этой леммы, иначе мы точно не успеем ничего. Кто хочет следить за происходящим сейчас, следит точно. Итак, вот возьмем непланарный граф. Пусть неверно, пусть существует непланарный граф, не содержащий подграф, гомеоморфный К5 и не содержащий подграф гомеоморфный К2-3. Возьмем, среди всех таких графов, граф с минимальным числом ребер, обозначим его как Ж. Это место всем ясно? Хорошо. Поскольку в нем минимальное число ребер, то он сам не содержит ни мостов, ни точек сочленения. Это понятно? Да иначе его какая-то компонент должна была бы быть непланарной, а содержала бы меньше ребер. Хорошо. удалим у него любое ребро УВ. Оставшийся граф, который получился, он планарен, потому что он меньше ребер содержит, и гомеоморфных, мы давайте это будем называть запрещенные подграфы. Запрещенных подграфов не содержат, потому что от удаления не может появиться запрещенный подграф. хорошо. Я утверждаю теперь лемма, что G вот без этого ребра УВ не содержит мостов и точек сочленения. Доказываю. Пусть он содержит мост АВ. Я делаю следующее. Я удаляю этот мост, удаляю ребро АВ, граф распадается на две компоненты. Добавляю ребро АУ. Я утверждаю, что получился граф не содержит вот этот компонент левый, не содержит запрещенных подграфов, потому что если бы она содержала, то исходный граф бы тоже содержал вместо этого ребра, я мог бы взять вот этот путь АВВУ. Это был бы путь гомеоморфен ребру, поэтому получилось бы, что исходный граф тоже содержал вот этот G, запрещенный подграф. У него же было ребро ВУ, поэтому сейчас его удалили. Вот, поэтому он не содержит запрещенных подграфов. Он содержит меньше ребер, чем G, потому что он содержит вот мы мост удалили, одно ребро добавили. Поэтому он вот этот только что содержит ребер или меньше, чем этот и меньше, чем G. Значит, что можно уложить? Уложим вот так, чтобы ребро АУ было на внешней грани. Делаем то же самое с тем графом. Добавим ребро БВ, уложим вот так, чтобы ребро БВ было на внешней грани. Теперь добавим обратно ребро АВ и добавим обратно ребро УВ. Ой, ребро УВ. Мы получили укладку нашего исходного графа уже на плоскости, чего по предположению не было. Противоречие. Значит, моста нет. Точки сочинения нет, мы тоже предположим. Здесь точка сочинения А. Сделаем то же самое. Разделим вот так на две половины. Раздвоим. Пусть была точка сочинения А. Ну, удалим ее, он распроется на компоненты связности. Вернем ее отдельно в одну компонент связности, отдельно во все остальные. Получим вот такую картинку. У и В окажутся в разных частях. Аналогично, если бы они были в одной, то была бы точка сочинения в исходном графе. У и В это сто лет назад уже, блин, ребро удаленное. Так, аналогично, можем добавить ребро АУ и здесь АВ. Уложить так, чтобы они были на внешней грани оба. После этого ребро брейти сотрем. А, значит, вот так вот вытянем, что соединим, а У и В соединим просто отрезком. Получим снова укладку исходного графа. Так, смотрите, еще раз краткое рассуждение. Значит, когда мы вот так расчиняем граф, в каждой из этих половин строго меньше ребер, чем в G. Причем больше, чем на 1 даже. Потому что на 1 было еще после удаления, а тут мы еще какой-то кусок убрали. Поэтому добавив одно ребро, мы четлоребер делаем строго меньшим, все равно, чем в G. При этом ребро АУ можно добавить, запрещенных подграфов не образуется, поскольку иначе исходно был запрещенный подграф. Аналогично мы можем от А дойти и потом по этому ребру, которому залили, пройти. Обе эти половины поэтому можно уложить, потом вот так вот вытягиваем. После чего... Так, вот укладываем ребро. Вот АУ ребра и АВ здесь, они снаружи. После этого мы А соединяем куфе, как мы делали, когда просто доказывали, что можно точки сочленения, можно блоки уложить, а потом точки сочленения совместить. И после этого у ребра АУ и АВ, оказаясь обе на внешней грани, их можно соединить снаружи. Так, итого, G без АУВ не садят на стопу точек сочленения. Отлично. Значит, следующее, У и В в G без АУВ лежат на цепле. Но не лемма 2, это след. Почему это следствие? Ну, У и В, получается, у нас в одном блоке, да, они лежат на цикле. Возьмем два любых ребра инцидентных У и В, соответственно, они вершинно-двусвязаны, раз нет точек сочленения. Возьмем два любых ребра, у и СВ, они вершинно-двусвязаны, раз нет точек сочленения. Вот возьмем этот цикл. Так, У и В лежат на цикле. Отлично. Теперь, внимание, немного душераздирающую подробность. Среди всех циклов, на которых лежат УВ и всех возможных укладок графа G без УВ, выберем такой цикл и такую укладку, чтобы количество граней внутри цикла C, вот этот цикл обозначен C, внутри цикла C было как можно больше. Вот рассмотрим все, ну, там укладок их, вообще говоря, бесконечно много, но количество граней внутри, оно, ну, оно зафиксировано там по формуле A или V плюс V минус 2, да? Наоборот, E, что там, E плюс 2 минус V, да? Это количество граней, оно одно и то же. И поэтому их не больше, чем столько. Поэтому среди всего вот этого несчетного даже бесконечного множества укладок, его можно разбить на класс эквивалентности по количеству внутри, на конечные условия, по количеству граней внутри цикла C, содержащего У и В. И выберем из них тот класс, который максимально, вот возьмем любой представитель укладки. То есть, еще раз, мы максимизируем следующую величину, ограниченную сверху, общим количеством граней в этой укладке, поэтому это возможно сделать, корректная постановка. Цикл и внутри него количество граней мы хотим максимально. Вот рассмотрим эту картинку. Эта картинка на аватаре нашего чата по дискретке, если что, ER2020, ой, 2019. Давайте я посмотрю. Цикл C. Так. Значит, смотрите, у нас есть, теперь посмотрим, давайте удалим этот цикл C. Ясно, что кроме него что-то еще есть в нашем графе. Потому что, если бы кроме него ничего не было, если бы кроме него ничего не было, если бы, ну, точнее, не так, вот у нас есть чем? Вот у нас есть У, В, у нас есть этот цикл C. Значит, прекрасно, давайте теперь разбираться. Это я, конечно, преувеличу, кроме него. Есть что-то еще. Значит, давайте сделаем следующее. Отмотрим цикл. У нас есть какие-то еще, скажем так, если удалим мысленно этот цикл C, но вершина на нем удалим, удалим ребра этого цикла C, да? У нас останутся какие-то компоненты связности. Понятно, что кроме этого цикла C еще есть, потому что ребра другие. Потому что если бы был только цикл C, то ничего бы не мешало, например, это уливает, соединитель, ребром и все. Эта история закончена. Ясно, что есть какие-то еще ребра. Вот удалим ребра цикла C, у нас останутся какие-то компоненты связности. Эти компоненты связности можно разделить на два класса, внутренние и внешние. Внутренние – это те, которые внутри этого цикла, внешние – это те, которые снаружи. Ясно, что она не может быть и там, и там, потому что она должна как-то пересечь иначе этот цикл. Точнее, не совсем так. О, как это описать словами? Ну, неважно, короче, есть вот часть нашего графа нарисована внутри, и есть часть нашего графа нарисована наружной ситуации. Вершина некоторых же отнутри, а некоторые, снизу, и ребра. Вот, смотрите, давайте смотреть, как устроены ребра, как устроены внутренние. Вот это какие-то там, возможно, вершины и какие-то ребра, соединяющие, значит, наш. Вот это вот цикл C, это вот шампонец-э. Может быть, может, гипотетически без просто. То есть нет просто вершин цикла. Ну, тут мы мысленно, мы можем всегда нарицать. Гомеомархизм же не меняет ничего, поэтому мы тут считаем, что тут есть вершина. Так, теперь есть внешние части. Вот внешние части. Значит, следующее лемма. Любая внешняя часть присоединяется к циклу ровно в двух точках. Эти две точки лежат на разных. Вот, смотри, цикл C, его можно разбить на две половины. Вот эта половина, первая половина, и вторая половина. Вот U до V и от V до U, грубо говоря, в каком-то входе. Ну, например, по часовой стрелке или против. Против, что все. Вот я утверждаю следующее еще раз. Любая внешняя часть присоединяется к циклу ровно в двух точках. Причем эти точки лежат на разных половинах нашего цикла. Одна от U до V, а другая от V до U. Это легкое пока утверждение. Любая внешняя часть присоединяется к C в двух точках. Хорошо. Доказательство. Но предположим сначала, что на в трех присоединяется. Тогда давайте вместо цикла C возьмем вот так. Тогда, ну, по принципу, деревьяхле с одной из сторон, с одной из половин цикла их две или больше. Правильно? Тогда мы можем сделать так. Мы можем дойти до сюда, потом пойти, на ту часть, там погулять, вернуть и вернуться. И тем самым мы получим цикл, внутри которого больше грани, еще вот эта, которую мы обошли. Это противоречит выбору пары цикл-укладка. Поэтому аналогично она не может с двух точках признаться, но обе чтобы были с одной стороны от цикла C. Потому что тогда мы аналогично можем увеличить количество грани внутри цикла C. Хорошо, лемму вот эту зафиксировали. Смотрим теперь на внутреннюю часть. С внутренними частями там по-разному может быть. Значит, рассмотрим внешнюю часть, как вы видите. В одной не может быть, потому что, говорят, точка сочленения. А мы уже выяснили сто лет назад, что их нет. Так, теперь, значит, посмотрим на внутренние части. С внутренними... Так, там вопрос какой-то. А что это, что внешняя часть? Если наступил их несколько. Ну, нет, это любая внешняя часть. Их может быть много. Каждый из них. Вот если удалить цикл, там будут какие-то компоненты снаружи от цикла. Вот, на них посмотрим. Так, теперь давайте смотреть, значит, теперь, что внутри у нас происходит. Затем, значит, внутренняя часть. Будем... Вот рассмотрим внешнюю часть и внутреннюю часть. Какую внутреннюю часть? Какие-то, знаешь? Вот внешние части, с ними все просто. Смотрите, они присоединяются в каждой двух точках с разной стороны. Поэтому внешние части, на них есть такое естественное упорядоченное. Вот они не могут друг от друга стать крест-на. Вот так, потому что они же не могут пересечь ножки друг друга, да? Те, как ребра, которыми они присоединяются, или через друг друга пройти. У нас же планарный уклад. Поэтому внешние части, они упорядочены. Как-то. Они могут ее переместить вниз, а эти все переместить наверх. От этого ничего не меняют. Получаем другие укладки. У них то же самое количество граней на три цикла С, без разницы. Итак, зафиксируем этот момент. На внешних частях есть некоторый естественный порядок. А именно, например, от вершины В идем к вершине У, мы будем встречать точки присоединения внешних частей. Если мы пойдем в другом порядке, мы тоже будем встречать, в обратную сторону, мы тоже будем встречать точки присоединения внешних частей, причем в том же порядке. Окей. Следующая лемма. Существует хотя бы одна внешняя часть. Почему? Иначе мы можем У и В соединить ребром просто снаружи, с этого цикла, и вот и все дела. А мы знаем, что если вернуть ребро У, В обратно, граф не полынает. Окей. Существует хотя бы одна внешняя часть. Окей. Теперь, значит, давайте смотреть на внутреннюю часть. Ну, можем сначала зафиксировать факт, что существует хотя бы одна внутренняя часть. Иначе. Соединяем. Итак, значит, будем говорить, что внутренняя часть, вот пусть у нас для фиксировок это внешняя часть, а, будем говорить, что внутренняя часть, вот внутренняя часть, в отличие от внешних, они могут уже присоединяться, как бы и с одной стороны, вот так. Это им ничего не мешает, что противоречия нет нам никакой. Будем говорить, что внутренняя часть разделяет вершины У и В, если у нее есть точки подключения как с одной стороны цикла, так и с другой. Будем говорить, что внутренняя часть разделяет внешнюю часть А, если вот эти точки подключения части А, они, в свою очередь, у внутренней части есть точки подключения на одной половине и на другой. Итак, внутренняя часть разделяет U и V, бывает, и внутренняя часть разделяет внешнюю часть A. Внешняя часть присоединяется в двух точках, они на разных половинах цикла обязательно лежат. Вот если внутренняя часть вот так вот мешает эти две точки соединить, то будем говорить, что она разделяет внешнюю часть A. Аналогично, если она мешает U и V соединить, будем говорить, что она разделяет U и V. Так, ключевая лемма. Существует внутренняя часть, разделяющая одновременно U и V и внешнюю часть A. И некоторую внешнюю часть. Ну давай так, существует пара внутренняя часть B и внешняя часть A, что B разделяет одновременно U и V и A. Ну вот как я нарисовал, вот A, вот B, она разделяет одновременно U и V и разделяет A. Ну, предположим, это не так. Предположим, любая внутренняя часть, которая разделяет U и V, она никакую внешнюю часть не разделяет. Тогда мы можем делать так. Вот давайте пойдем по внутренним частям, начиная отсюда. Вот у нас есть какая-то внутренняя часть. Она никакую внешнюю не разделяет. Теперь, значит, пришла какая-то, значит... Идем, 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 идем. Вот мы получили, значит... Дошли до какой-то внешней части. Значит, поскольку никакая часть, разделяющая U и V, эту внешнюю часть не разделяет одновременно с этим, то мы сейчас можем ее... Так, сейчас, секундочку. Внутрь перевернуть, только сейчас. А если ее вот так... Секундочку. Можно понять. Нет, мы будем не внутрь заворачивать, а наружу. Вот смотрите. Вот берем эту внутреннюю часть. Она никакую внешнюю часть не разделяет. Поэтому она находится, значит, между какими-то внешними частями. Мы ее давайте выбернем наружу. Мы не внутрь будем, а наружу выберем. Выбернем ее наружу. А ей никакая внешняя часть не мешает, если она разделяет U и V. Потому что если бы мешала, то она бы подходила под условия леммы. Выбернем ее наружу. Идем дальше. Вот есть какие-то части, которые разделяют внешние, но U и V не разделяют. Хрен с ними, пусть остается. Вот нашли какую-то еще часть внутреннюю, которая никакую внешнюю не разделяет. А U и V разделяет. Когда мы вернем ее тоже наружу. Вот она тут между этими двумя соседями. Так продолжим. И мы расчистим с вами что? Путь от U до V внутри нашего круга. После этого мы можем U и V тут как-то слить. Поэтому обязательно существует внутренняя часть, которая одновременно разделяет и какую-то внешнюю часть, и U и V. Отлично, мы уцелим. Зафиксируем эту внутреннюю и внешнюю часть. Давайте на них посмотрим. Значит, теперь мы будем на них смотреть аккуратно и внимательно. Давайте начнем. У них там может быть какое-то взаимное расположение. Вот смотрите, у нас есть... Давайте рисовать. Рисуем большой круг. Вот это наш стекел C. Вот это U. V. И точки подключения внешней выбранной нашей части назовем A и V. Вот она. Внешняя часть. Теперь вопрос, как подключаются внутренние части к этой всей красоте. Тут есть несколько случаев, утверждаю, что их 12. Я рассмотрю два наиболее интересных. Остальные посмотрите там либо в книге, либо на Вегаконфектах, либо сами порисуйте. Ну или я рассмотрю две наиболее интересных, а дальше пока не надоест. Если будем дальше рассмотреть, уже тройка первая слона. Так, хорошо. Значит, итак, поехали. Значит, смотрим. Самый первый, самый простой случай. Она подключается просто вот так вот. Она разделила U и V одновременно и A и B. Она может подключаться еще другими ребрами. Неважно, нам же PutGraph интересен. У нее могут быть другие ребра, чем другие места. Главное, что есть такие две отличных от A, B, U и V вершины. Кто-нибудь подключается? Назовем их XY. Так, вспомним теперь самое начало нашей истории. Помните, было ребро U и V? Давайте его нарисуем. Оно же есть, на самом деле, график уже. Так, давайте его нарисуем. Вот другим цветом нарисую. U и V. Я утверждаю, что налицо K33. Смотрите. Вот одна доля U, X и A. А вот другая доля Y, B и V. Ну, легко убедиться, что каждый синий треугольник с одиннадцатым квадратом. То есть, это граф К33. Но, к сожалению, жизнь может быть не такой приятной. Потому что, смотрите, как могут быть другие картинки. Это наиболее простая картинка, если там есть симметричная. Может быть другая ситуация. Может быть так. Из-за чего это может быть? Смотрите. Так, давайте. И заново нарисуем. Так, вот наш цикл. U, V. X, A, B. А у V, A и B, с ними все легко. Они всегда есть. Внешние части, в отличие от внутренних, у них все легко. Теперь где... Вот смотрите. Внутренняя часть может делить U и V за счет, например, присоединения вот так к B. Но вот это уже никак точка не поможет делению A и B. Потому что она через B проходит, и она ни с той, ни с другой стороны не лежит. Поэтому тут может быть какая-то еще вершина вот так. Ну, путь. Точка присоединения, которая помогает делить A и B, но не помогает делить U и V. Например, может быть вот такая. Но всего-таки в паттернах, как я уже сказал, 12. Ясно, что их конечное число. Вопрос, каким из A, B, U и V подключена напрямую вот эта. Ну, в таком случае давайте просмотрим вот этот пример. Вот тут C и D есть. Тут, значит, у нас вступает еще одна точка. Смотрите, вот рассмотрим путь от B до C через внутреннюю часть. Вот он как-то идет. Рассмотрим теперь путь от D до B через внутреннюю часть. Он есть. Рассмотрим первую вершину пути B, C, которую мы встретим на нашем пути. Вот назовем ее D. Она будет у нас тоже участвовать теперь в процессе. Так, ну тут тоже есть K33. Смотрите, где он. Надо искать. А, вот она, вершина номер один. Значит, вот она, вершина номер два. Нет. Нет. Или да? Нет. Значит, вот эта вторая вершина. Значит, где третья? Вот эта зеленая. Значит, вот эта зеленая будет у нас. Вот эта зеленая будет у нас. Нет, вершины из-за от них нет никакой пользы. Так, это у нас точно делится все хорошо. Значит, у и в поделение, а и б поделились. Т рядом с синим и зеленые. Но б синие плохо, потому что синие две соединились. А, может, синие не страшно? У и в они... А, мы ребро у в забыли. Это самое главное. Вот оно что. Были у и в нарисовать. Так, это зеленое, значит, смотрим. Теперь что у нас тут? Тут у нас еще нужна синяя, еще одна синяя, одна зеленая. Так, ну вот, вот это давайте с б сделаем синий. А вот эту с б сделаем зеленой. Да, вот так. Значит, смотрим. Каждая синяя, одна с каждой зеленой соединена. Вот это со всеми тремя синими соединена. Вот это со всеми тремя синими соединена. и вот это с вот этим седина и с вот той вот челюстью. Вот этот вот кусок цыгла не используется. Так, ну и, значит, здесь, как я уже сказал, 12 паттернов, здесь в 11 из них возникает граф К3-3, как вот у нас сейчас из двух примеров, и в последнем, в 12 возникает К5, это следующая картинка. Так, УВАВ, значит, соединенные у нас через компоненты, и вот эта внутренняя, она разделяет У и В за счет соединения с А и В, и разделяет А и В за счет соединения с У и СВ. Тогда вот вся эта картина, если еще добавить на ее ребро УВ, несложно видеть, что это и есть граф К. Ну, на самом деле, тут еще все равно, тут есть два случая, если тут есть общая точка, которой можно провести вот эти четыре луча, то это К5 будет, если нет, если там внутри опять вот так вот разъедется, то это будет К3-3. Ну, вот если вот тут вот так можно... Вот, ну, перебрав аккуратненько все эти паттерны, у них кода сейчас сейчас убедится, что во всех случаях у нас появляется либо К3-3, либо К5, и, следовательно, ну, контрпримера на самом деле нет. Давайте короткое резюме и заканчиваем. Значит, мы берем контрпример с минимальным числом ребер, доказывая, что у меня нет точек соединения и мостов, даже после того, как из него удалить любое ребро, удаляем любое ребро, нет по-прежнему точек соединения мостов, находим цикл, укладываем так граф, чтобы внутри этого цикла было как можно больше компонентов, как можно больше граней. После этого мы смотрим, убеждаемся, что все внешние грани подключаются ровно в двух точках, причем эти точки на разных частях цикла ц, относительно вершин У и В. Дальше, тем самым наши внешние грани все оказываются упорядочены. После этого смотрим на внутренние грани. У нас есть обязательно внутренняя грань, которая обязательно разделяет и У и В, и внешнюю какую-то грань, потому что иначе мы можем все внутренние грани перекинуть наружу и просочиться оттуда, выложить ребро. Взяв такую пару внешней и внутренней грани, мы дальше уже можем всегда, ну, посмотрев, как именно внутренняя грань разделяет внешнюю и У и В, всегда можем найти конкретный паттерн либо К3-3, либо К5. Так, вопросы?